Тема моего сообщения связана с представлением фераптоза, как железозависимой формы гибели клеток, а также используемого полученных данных для улучшения терапии онкологических больных. На этом слайде представлены данные о том, что железо, известный токсикант, приводит или к увеличению канцерогенных эффектов, или наоборот, значит, имеет большое значение при лучевой терапии онкологических больных. Это связано как с колоректальным раком, раком молочной железы, немелкоклеточным раком легкого, широко распространенными, так и с редкими формами рака, такими как глиома или рак поджелудочной железы. Вместе с тем, значение фераптоза для этих всех форм исследовано довольно незначительно, потому что он выявился лишь сравнительно недавно. На слайде представлены данные о основных этапах выявления фераптозной гибели клеток и ее значения для онкологии. Как можно видеть из представленных данных, они были получены буквально в течение последних где-то 10-15 лет. В основном были известны данные зарубежных ученых, но в лаборатории, которой я руководил, также с 2010 года, начиная, появились данные о использовании этих самых данных для лечения сначала в эксперименте, а затем уже некоторые механизмы были получены для эпигенетических данных и также данных для использования в клинике. В 16-м году нами была опубликована монография на эту тему. Что же известно к настоящему времени? Фераптоз является одной из форм гибели клеток, которая принципиально отличается от широко известных, таких как апоптоз, аутофагия, некроз. Как по морфологическим особенностям, ну, допустим, для апоптоза характерно уменьшение объема, появление апататических телец, для аутофагии, соответственно, образование лизирующих компонентов внутри клетки, некроз – это уже нарушение плазматической мембраны, а для фераптоза уже характерно повреждение митохондрий, которые, значит, уменьшаются в размерах, изменяется количество крист, или они могут вообще исчезнуть, и изменяются митохондриальные мембраны. Во всех этих самых формах гибели ключевые гены разные, они вот здесь представлены как раз разными цветами. И биохимические особенности в каждой форме гибели различны. Если для апоптоза характерна активация каспазного пути, фрагментация ДНК, для лизосом характерно повышение лизосомальной активности, приток кальция и падение уровня ТС характерной чертой является некроза, то для фераптоза характерным является накопление железа и перекисного отчисления липидов. Таким образом, к настоящему времени было установлено, что, в принципе, эта форма гибели покоится, можно так сказать, на трёх китах. Это клеточном накоплении железа, которое способно усилить каталис фентона и образование свободных радикалов. Если глютон пероксидаза-4 не осуществляет анективации этих радикалов, то происходит усиление перекисного окисления липидов, мембрана разрушается, и таким образом этот цикл продолжается и даже усиливается. Кроме того, к настоящему времени уже установлены индукторы и ингибиторы фераптоза. К индукторам принадлежит, в частности, падение активности или деградация глютон-пероксидазы, а также окисление железа или селективное накопление железа, содержащих ферметиксов компонентов, которое может быть активировано салиномицином и ирономицином. К ингибиторам фераптоза принадлежат такие факторы, как подавление аккумуляции железа в клетке, которое может быть усилено дофероксамином, а также ингибирование перекисного окисления липидов, в частности, витамином Е. В общем, метаболизм железа в клетке, в любой нормальной или злокачественной, осуществляется в пути попадания железа с помощью трансферина и трансфериновых рецепторов в клетку. В дальнейшем в виде эндосом оно в клетке преобразуется из трехвалентного в двухвалентное и в дальнейшем уже поступает для синтеза ДНК или в качестве метахондриального железа цепь переноса электронов. Свободное железо, или же, если оно не будет хилатировано тем или иным препаратом, в частности, дофероксамином, активирует реакции фентена и увеличивается число свободных радикалов, которые способны привлечь ДНК, белки и другие компоненты, в том числе и липиды. Перекисное очисление липидов является характерной чертой ферраптоза. Между железом и метаболизмом ДНК имеется уже выясненная к настоящему времени взаимосвязь, которая связана с тем, что этот элемент является коферментом рибоноклид-ледуктаза. Этот энзим необходим для превращения рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды, то есть те кирпичики, которые необходимы для синтеза ДНК и при усилении пролиферации нужны клетки в большей степени. При репарации ДНК П53 индуцируемый рибонуклеотид-редуктаза также повышена, также она связана с коферментом железом и усиливается репарация также в клетках, устойчивых к химиотерапии или лучевой терапии. Кроме того, железо необходимо для превращения метилцитазина в 5-оксиметилцитазин, что соответствует изменениям при нарушении эпигенетики. И в конце концов, железо необходимо в качестве кластера для митохондрии. Таким образом, в общем, при усилении репарации и также, так сказать, репликации ДНК и пролиферации железо необходимо в большей степени. В результате в опухолевой клетке наблюдается следующее изменение по сравнению с нормальными. Прежде всего, там за счет того, что имеет место на поверхности большее количество трансфериновых рецепторов, из микроокружения поступает в клетку большее количество железа. И вместе с тем, по сравнению с нормальной клеткой, в ней уменьшено количество феропортина, которое экстрагирует в нормальной клетке железо из клетки. В общем, пул лобильного железа в опухолевых клетках повышен. Этим мы решили воспользоваться сначала в эксперименте, чтобы показать возможность использования этого повышенного пула как одного, как я говорил, из китов, на которых покоится фероптоз, для повышения успешности терапии животных. Крысам перевывали опухоли нервной системы и наблюдали динамику изменения роста во времени. Из этого графика можно видеть, что рост нормальных контрольных опухолей, происходящие без всяких воздействий, в результате введения ионов железа усиливается, кривая 2. В случае облучения рост опухолей тормозится, кривая 4. В случае добавления ионов железа и облучения рост опухолей минимален. В том случае, когда используется дополнительное введение дофероксамина, ингибитора фероптоза, происходит к расподавлению фероптозной гибели и восстанавливается, усиливается рост опухолей в эксперименте. Эти изменения отражаются в продолжительности жизни экспериментальных животных. Как можно видеть, вот та пятая группа, которая вводила железо и облучалась, имеет наибольшую продолжительность жизни. Тогда к введению дофероксамина, ингибирующего фероптоз, оно приводит к сокращению продолжительности жизни. У этих животных пятой группы нам было, кроме того, произведено определение радиочувствительности крови, на основании которого после облучения проб экс-вива животные были разделены на две подгруппы – радиочувствительных и радиорезистентных. Радиочувствительных, те, у которых была чувствительность больше единицы, радиорезистентных – меньше единицы. Средний период роста опухоли от 1 кубического сантиметра до 2, примерно с половиной, в радиочувствительных ПЦ-крыс происходил медленнее, чем в контрольных, не облученных животных. У радиорезистентных имелась место лишь тенденция к возрастанию. Таким образом, мы сделали заключение, что повышение радиочувствительности или выявление ее до облучения может свидетельствовать о большей эффективности проведенной терапии. Это было верифицировано в клинике. Больные мультиформой глибластомой, были это больные мужчины и женщины четвертой стадии, около 50 человек, подверглись лучевой терапии, а до этого у них была определена радиочувствительность. У радиочувствительных пациентов, у которых показатель S был выше единицы, продолжительность жизни в среднем составляла 17 месяцев, тогда как у радиорезистентных она составляла 7, то есть была в 2 слишком раза меньше. Подобная же закономерность нами наблюдалась также у больных раком толстой кишки. Вы можете видеть, что радиочувствительность выше примерно единицы приводила к тому, что продолжительность жизни была выше, составляла примерно 30 месяцев, 31 месяц, а у радиорезистентных она была более чем в 2 раза более низкой. У пациентов с больным раком поджелудочной железы четвертой стадии наблюдалась также подобная закономерность. С повышением радиочувствительности продолжительность жизни возрастала. ранее, еще в конце 90-х годов прошлого века, нами было показано у больных лимфомой Хочкина, что с увеличением радиочувствительности, показатель S, увеличивается гемотоксичность, то есть снижение количества увеличивается, показатели лейкоцитов крови. Выявление отдельных фракций крови показало, что наибольшей степени это приходится на число нейтрофилов. К настоящему времени выявлено, что нейтрофилы являются одними из клеток-супрессоров миелоидного происхождения. И так же, как и моноциты, имеются в двух формах при последующей дифференцировке. Н1 и Н2, а моноциты дифференцируются в М1 и М2. М1 и Н1 являются противоопухолевой популяцией, тогда как М2 и Н2 – проопухолевыми. Они отличаются по набору ферментов. Видите, значит, непосредственно Н1 обладает фактором некроза альфа, а М2 – аргеназой, который возникает в результате трансформации, в результате фактора некроза бета. Так вот, в настоящем времени установлено, что М2-макрофаги обладают как раз повышенной концентрацией включением железа. Таким образом, можно было предположить, что нейтрофилы способны выявить как раз чувствительность к терапии. Однако общие нейтрофилы, как видно из этого слайда, для толстой кишки и также больные раком поджелудочной железы не позволили предсказать чувствительность к терапии, хотя продолжительность жизни была примерно в два раза у них больше. А отношение нейтрофилов к лимфоцитам достоверного различия не выявило. Вместе с тем, показатель радиочувствительности уже до начала лечения позволил достоверно выявить эти различия. Таким образом, анализ степени радиочувствительности ДНК крови является новым подходом в лучевой диагностике. Он позволяет предсказать эффективность лучевой терапии и на основании этого осуществить подбор онкологических больных раком в пищеварительной системе или некоторыми другими солидными новообразованиями для успешности применения схем лечения, включающим радиационное терапевтическое воздействие. Данные более детально приведены в этом монографии о предсказательных маркерах эффективности лучевой и химиолучевой терапии в онкологии. Спасибо за внимание.